Бешкекчанам Ранее сообщалось, что абонентам выставлены счета только за 26 январских дней. Пять дней, когда горожане остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ, из счетов исключили. Сегодня энергохолдинг решил исключить из оплаты еще два дня в феврале, так как после восстановления работы ТЭЦ в штатном режиме тепло не сразу дошло до всех абонентов Бешкека. В итоге жители столицы не будут оплачивать отопление с 27 января по 2 февраля включительно. За 6 февраля по республике зарегистрировано 8 заявлений от граждан о получении Суюнчу, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы. По ее данным, 6 февраля территориальные подразделения Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, Центры обслуживания населения Инфоком и информационные киоски, организованные на базе Кыргызпочтасы, начали принимать заявления граждан о получении единовременного пособия при рождении ребенка Суюнчу. Стрелявший в оперативного уполномоченного УВД Свердловского района объявлен в розыск. Об этом сообщили в ГУВД столицы. Правоохранители установили личность преступника. Им является 32-летний Телег Шатманов, уроженец Джалалабадской области. Граждан, владеющих какой-либо информацией, просят незамедлительно проинформировать органы внутренних дел или звонить в службу 102. Напомним, 2 февраля милиционеры при патрулировании микрорайона «Восток-5» увидели находившуюся в розыске машину. Когда они остановили водителя и установили его личность, он выстрелил из травматического пистолета в милиционера и сбежал с места преступления. По факту нападения на сотрудника Свердловского РОВД возбуждено уголовное дело. Сотрудниками спецслужб Кыргызстана при попытке пересечения государственной границы задержан иностранный гражданин 1978 года рождения, который разыскивался за экстремистскую деятельность в одной из стран СНГ. Установлено, что он, по указанию эмиссаров МТО, занимался формированием подпольных террористических и деструктивно-политических групп на территории одной из стран СНГ с целью дестабилизации общественно-политической ситуации и дальнейшей организации вооруженного джихада. Сегодня в Бишкекском городском суде должны вынести приговор в отношении депутата Джугуркукинеша Аиды Солянова. И в октябре прошлого года Ленинский райсуд столицы приговорил Солянову к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но наказание отсрочили до тех пор, пока ее ребенку, родившемуся в 2015-м, не исполнится 14 лет. Депутата признали виновной в злоупотреблении служебным положением в бытности, исполняющей обязанности министра юстиции. Тогда Солянова возобновила действие адвокатской лицензии Алексея Елисеева, находившегося в розыске за преступление. Ботанический сад имени Гореева в Бишкеке планируют отделить от Национальной академии наук проект постановления правительства, вынесен на общественное обсуждение. Как сообщает Министерство образования и науки, согласно протокольному поручению, премьер-министра Сапара Исакова, Миноборнауки и Минюсту нужно принять решение о статусе бишкекского дендрария. В Министерстве образования считают, что единственный в стране ботанический сад необходимо сохранить в качестве самостоятельного научного учреждения, так как его прямым функциональным назначением являются интрадукция, акклиматизация и селекция растений, сохранение их разнообразия. Также сад хотят защищать от застроек. Территорию, принадлежащую дендрарию, не раз пытались изъять с целью возведения зданий для других учреждений. Семь видов продуктов из Кыргызстана будут экспортировать в Индию. Это грецкий орех, чернослив, яблоки, абрикосы, шиповник, топленое масло и мед. Об этом сообщил председатель ассоциации отечественных производителей Бакет Дигенбаев. По его словам, на выставке органических продуктов питания, которая проходит в эти дни в Индии, Союз кооперативов довольно успешно представляет Кыргызстан. На общем страновом стенде представлена продукция с экспортным потенциалом. Среди них лекарственные травы из Сыкуль-Органик, сухофрукты, куназык и многие другие. К концу выставки состоится подписание соглашения на поставку семи видов продукции между Союзом кооперативов нашей страны и Индийским кооперативом по маркетингу сельхозпродукции для дальнейшей продажи по всей Индии.